Здравствуйте, ребята! Ну вот, наконец, закончилась наша сумасшедшая ночь. Начались роды, по сути дела, у Никсея в пять вчера вечера, 31 декабря. И где-то рожала она каждого ребенка через час больше. И только самого последнего родила в один час, можно сказать, двоих. Так, в шесть часов утра я приняла восьмого, потом решили поспать, поскольку период у нее сохранялся. Если кому как интересно, не знаю, может быть, это очень индивидуально, но вот королевский пудль, первые роды у девочки, у нас где-то шел час. Вот идет перерыв час, перерыв час, тогда схватки и роды. И последнее самого она родила, уже получается, что в час она родила двоих. Потому что, когда мы поставили будильник, уже узмучились до ужаса, и под утро в семь часов вскочить, проверить ее, то у нас оказалось, знаете, сколько? Никсе родила девять щенков. Просто потрясающе. Ну вот сейчас они все кушают. Обратите внимание, вот раз, два, три, четыре белые с коричневыми или черными пятнами идут. Вот один у нее там, я смотрю, спрятался. Он вообще, вон, Никси, покажи-ка, покажи твою лялечку, вон. Он абсолютно весь песочного цвета, белого какого-то. Но пока сейчас сложно все это. Где-то понятно, что мальчики и девочки. Ну вот, и идут четыре мальчика. Идут четыре мальчика, по-моему. Тоже опять будем разбираться. Мамочка очень хорошая. Сегодня мы уже всю подстилку заменили. Все зачистили. Бегом-бегом. То, что планировали покупать через несколько дней, пришлось купить. Вот сейчас куплена громадная клетка. Самая большая, какая только можно. Она спокойно сюда входит. И смотрите, сколько еще пространства, места остается. Можно открывать с другой стороны. Очень удобно оно. Ну и толстое одеяло я положила. Пьет она великолепно молоко. Кушать пока она отказывается. Ну, не знаю. Очень тяжелая, правда, была ночь. Она проваливалась в сон. Каждый час после родов. Потом под конец уже обессилела. И мы обессилели. Ну, в общем, вот такая ситуация у нас получилась. Наша Ляля родила девять щенков. Самое интересное, что то же самое рожала ее мама. Когда мы покупали Никси у людей. Сказала женщина, что вот каждый раз, как рожает, то девять, 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 девять. И когда мы пришли покупать Никси, там были только черные щенки. Здесь подмешался Арго. Арго. Он у меня тут, папа, спит под ногами. Видите, у него проблескивает шоколадный такой окрас. И такими полосами он идет. Никси чуть-чуть белая такая грудка. Но очень мало этого пятнышка. Видимо, предки у Никси. Кто-то там из родни. Имели светлую окраску. Когда мы пришли на участки в варьере, бегало несколько пуделей. Они были другого цвета, шоколадного. А вот у Арго был тоже какой-то светлый песочный цвет однотонный у каких-то собак. Где-то там были мамы, папы, не знаю. Но, в общем, у людей много этих пуделей. И, по сути дела, собственно говоря, в общем, то, что нас очень удивило, проявилось сейчас на данный момент. Видите, родители полностью черная Никси. Маленькая-маленькая такая полосочка на груди белого меха. А Арго вот черный с таким шоколадными вставками, как чуть-чуть полосы, как у тигра. Но, в основном, он, в общем-то, выглядит такой бурый. Видите, как медведь бурый. Не черный, а вот такой шоколадный. И где-то кофе с молоком. Но дети, сами видите, им сейчас получается так интересно, что некоторые детки родились в 20-м году. И буквально на следующее утро 21-й год. Считай, год разница. Смешно выходит, нет. Но тут, в общем-то, по сути дела, одно. Оказалась она очень хорошая мама. Быстро очень сообразила. Первый был очень испуг. Когда она стала выходить, первый ребенок в этом мешочке. И я его буквально на руки приняла. Она не хотела ложиться. У нее началась паника. Она начала бегать. И потом, когда я уже в руках, это у меня осталось. У нее были виноватые глаза. И поджало хвост, как будто, если бы она что-то дома покакала или пописала, извините. И такое, видно, было у нее виноватые чувства. Она не знала, что делать. Мы ее, в общем, успокоили, как могли, гладили, держали за лапки. И за ушком гладили, и животик гладили, и спинку гладили. И с первым помогли справиться. Потому что он, по сути дела, в общем-то, как бы не хотел дышать. Даже делали маленький массажик. Очень много слизи было внутри рта и носовой полости. Но, собственно говоря, она даже потом сообразила эту поповину обрезать. Мы начали смотреть информацию, что несколько сантиметров там надо... Можно чистыми ножницами простерилизованными обрезать эту поповинку и замотать ниткой какой-то. Но она, в общем, сообразила, это сделала. Я так рассказываю подробно, потому что, по сути дела, у нас были питбулы. И наша Хеннесси, которая отжила свои 14 лет вместе с нами, великолепный питбул, шикарная собака, она рожала несколько раз. И она сразу как-то справлялась с этим делом. Ну, вот Никси сейчас, получается, 2 года. Она впервые мамочка. Ну, для тех, кто завел пуделя, это самый большой пудель, королевский. Они очень высокие, большие. И вот, пожалуйста, она буквально с клетки не выходит. На улицу пока не просится. С большим удовольствием пьет молоко, от еды отказывается. Ну, и, конечно, очень хорошо пила воду. Ну, вот это такое вот, вам сейчас, сказать, доложило, что у нас произошло по новогоднюю ночь. И вот с большим удивлением обнаружили, что у нашей Никси, по сути дела, тоже 9 щенков. Ну, вот, теперь все рассказала. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Он очень хорошая наша мамочка. Она с ними спит и прикрывает их там. И подпихивает, и подталкивает. Вот Арго оказался тоже папой, даже очень любопытным. Она, хотя на него немножко рычала вчера ночью, но когда он подошел, потихоньку, потихоньку, потом положил морду там рядом около этих щенков. Они были отдельно у меня мокрые, закрученные, холодные. И он начал носом прикрывать это вот полотенчико, закрывать щенков. И когда проходила наша большая другая собака, Арго начал рычать на нее, а Никси начала рычать на своего, так сказать, мужа. Она контролирует это действие, хотя он папа, но она тоже смотрит, все время наблюдает. И контролем постоянно держит, значит, своих щенков и даже своего любимого, так сказать. Ну вот, папу. Ну, все теперь, ребят, все вам рассказала. Вот такое у нас прибавление в семействе. Спасибо всем за просмотр. Пишите свои комментарии. Ну и все. Пока-пока.